Привет всем! Вот под этот замечательный вокал господина Бурова, который нынче уже не директор Исаакиевского собора и всех этих четырех соборов, которые входят в систему данного музейного комплекса, мы начинаем нашу более традиционную экскурсию, которую скоро чуть позже, потому что надо отсюда свалить. Здесь есть люди и этот божественный вокал, но тем не менее вы можете посмотреть на панораму, которая открывается отсюда, если вы сюда когда-нибудь проникнете. Здесь мы видим как раз-таки кельи Смольного монастыря, о котором пойдет у нас речь Нева, там кресты, в дальнейшем виднеется, соответственно, башня, ну а мы с вами отправляемся вниз потихоньку. Надо было, конечно, сюда прийти вечером, мы тут были на днях, и здесь не было вообще никого. Дело в том, что Смольный монастырь, он вообще-то называется Воскресенским, но это нормальная ситуация, когда народные названия прикрепляются. Вот, кстати, уже потихонечку начинают обрастать фресками данные творения. Точно так же, как церковь Спас Несенной называлась на самом деле Успенская, точно так же, как церковь Знаменская на площади Восстания называлась Церковь Входа Господня в Иерусалим, точно так же этот монастырь изначально назывался Воскресенским. Здесь мы можем с вами наблюдать изначальную кладку, которую делал Растрелия, ну не лично, конечно. В Растреле был принцип, он, например, ну, кстати, смотрите, как видно Капители отсюда, он, например, когда строил большой царскосельский дворец, запретил класть больше одного ряда кирпичей в сутки. Это делалось для большей сватываемости состава. И поэтому, когда немцы разбомбили все, чертовы бабушки, стены устояли. Так вот, монастырь этот был построен для Елизаветы Петровны, о которой мы сегодня с вами еще будем говорить и достаточно плотно. Ирония заключалась в том, что вообще переворот государственный случился во многом из-за того, что были планы Елизаветы Петровны заточить монастырь, чего она на тот момент не хотела. А потом, когда она стала императрицей, ей, наоборот, этого захотелось. Здесь у нас есть уникальная возможность посмотреть на вот эти инженерные сооружения 18 века. Это перекрытие купола. Очень интересно их строили. Я уже рассказывал, во время одной из экскурсий возводили этот купол по деревянным шаблонам. То есть строили деревянные арки, возводили купол, замыкали замковые камни, потом их оттуда вытаскивали и снимали леса. Ну и, соответственно, ждали, что будет. Но, как правило, все стояло, свело и пахло. 278 ступеней сюда ведет. Но на самом деле, если бы вы бегали по горам с рюкзаком, то вы бы взлетали на эти 287 ступеней, ничего не заметив. У меня вот в одной из квартир пятый этаж, а там нет лифта, потому что его должны были провести в советское время. Но бабушки на первом этаже взмутились, что им будет вмешательный. Поэтому лифт не произвели. Так вот, Елизавета Петровна в определенный момент, мы начнем как бы с середины ее царствования, в определенный момент решила, что как-то все ее утомило, и хочет она посвятить себя служению Богу. Вообще она была достаточно религиозная. Она пешком ходила в Сергий Троицкую Лавру, в паломничество, причем там как было. То есть она шла, вставала, за ней приезжала карета, она ночевала, потом ее карета привозила на то же самое место, и она с того же самого места на следующий день, соответственно, шла дальше. И территория, которая здесь располагается, называется Смольный двор. Почему? Потому что здесь смолили, соответственно, варили смолу для того, чтобы смолить днище кораблей. Дело это пожароопасное, поэтому производство это было вынесено за пределы города, точно так же, как Литейная часть была вынесена за пределы города, Литейный проспект теперь носит название по этому Литейному двору на этот раз. Точно так же, как и уже упомянутый мной Сеной рынок, ну, в свете спасено Сеной, был вынесен за пределы города, потому что это все было пожароопасное производство. И именно здесь она решила построить, соответственно, этот монастырь. Начали строить по проекту расстрелия, но к тому моменту, когда стройка была в самом разгаре, Елизавета Петровна умерла, к тому же постоянно не хватало средств, финансирование сокращалось вследствие, а. воин, б. чрезмерных трат нашей веселой императрицы, которых она не скрывала, она все время жила в долгах, как в шелках. И поэтому к моменту ее смерти он был нефункционирующим. Сама же Елизавета Петровна, как вы знаете, была второй дочери Петра I и Екатерины императрицы. Она была блондинкой, старшая она была брюнеткой. Вышла замуж, Елизавета не успела выйти замуж. И вот попытки выдать ее замуж, это был некий государственный план еще Петра I. Он был во Франции, держал в свое время на руках Людовика XV и думал о том, чтобы устроить свадьбу между ним и Елизаветой Петровной. Слава богу, это не случилось, потому что, ну, зная судьбу Марии Ильичинской, которая в итоге стала женой Людовика XV, зная вообще, кто был такой Людовик XV, именно ему принадлежит фраза «опрену ле дилюжи», после нас хоть потоп, то, в общем-то, судьба нашей Лизоньки была бы, мягко говоря, нехороша. Сейчас мы приезжаемся, буквально секунду, потому что я вам хочу показать предмет один, фигурирующий обычно у нас во время экскурсии по проходным дворам. Вот он. Это, опять-таки, шахта воздушная из-под чего? Из-под бобовое бежище. Более того, она служила, как правило, и запасным выходом дополнительным. Пойдемте дальше. И, в принципе, французский двор был даже не против. Там из 15 или 17 претенденток Эльза это занимала вторую точку в чартах. Но смущало французов то, что она была незаконнорожденной. Точнее, она родилась еще до того, как Екатерина была коронованной императрицей. Ну и вообще, происхождение самой Екатерины, как бы, мягко говоря, было сомнительным. Тем не менее, переговоры шли-шли-шли, и закончились они только после того, как Петр I умер. Вот тогда стало понятно, что, соответственно, судьба Елизаветы в качестве супруги Люи XV, она предрешена. Ну и, как я уже сказал, слава Богу. Хотя, конечно, если бы это случилось, то история пошла бы другим образом, но история, как вы знаете, сослагательного наклонения не имеет. Елизавета росла, потом был пертрубаций определенный, да, после ее матушки был внук Петра I, с которым у Елизаветы Петровны, кстати, по некоторым сведениям был даже чуть ли не роман, у них была разница, там, в пять лет, по-моему. Но Петр II был рано повзрослевший мальчик и довольно рано познавший прелести общения с женским полом, причем даже самый интимный его аспект. А затем, как вы знаете, он умер. Там был план, кстати, женить его на Екатерине Долгоруковой. Потом этот сюжет отчасти использовался самой Екатерине Долгоруковой, уже марганатической женой Александра II, с которым, кстати, ну не познакомился он здесь, но который он приезжал сюда, об этом мы тоже поговорим. И это не задалось, и была Анна Иоанновна, которую выбрал там наш совет, выдал ей некие кондиции, которые она разорвала, бла-бла-бла. И в итоге получилось так, что Анна Иоанновна спасла Петербург, потому что она в итоге перенесла обратно город сюда, на Северные болота. И вот здесь произошел государственный переворот, когда после ее смерти была назначена ее племянница Анна Леопольдовна, и эту вот Анну Леопольдовну, Елизавету Петровну-то, и сбагрила с плеч своих. Вот эта красота неземная, Растрелевская. Я всегда говорю, что стиль барокко, это вот, знаете, как свадебный торт. То есть, мало того, что Елизавета Петровна очень любила пожрать, она любила, например, украинскую кухню, да, могла выпить украинскую кухню, она полюбила, ну, отгадите, почему? Ну, потому что у нее был любовник, муж и все такое прочее, Алексей Разумовский, Алешенька Разум. Вот потрясающая карьера у парня была. Долгое время пел в церковном хоре, попал, так сказать, в ранжир, и вот ближайший друг. А у него был еще братец, Кирилл. Вот тут-то вообще пас свинок и овечек. Приехал, его тут отмыли, отправили 16 лет в Европу, он вернулся, 18 лет возглавил Академию наук, да, то есть вот это, я понимаю, социальный рост. И от этого как раз Кирилла Разумовского там по косой ведет свое древо Сонечка Львовна Перовская, которая у какого шла Александра Второго, 1 марта 1881 года. Здесь, соответственно, должна была быть еще одна колокольня. Высокая-превысокая, выше Ивана Великого. Ее макет есть в деревянном макете, который был исполнен специально, прежде чем строить этот собор. Он хранится в Академии художеств. Растреля позаботился, но не была построена эта колокольня, там по ряду причин. Одна из главных, конечно, была финансовая, но там была еще парочка. Так вот, возвращаясь к пристрастиям Елизаветы Петровны, она любила поесть, да, борщ с галушками, с чесночком, выпить водки с редькой. Ну и она очень любила, конечно, сладости. Вот французские кондитеры у нее постоянно тусили при дворе, и вот они делали примерно в таком же виде ей и, в общем-то, торты. Там отсюда сейчас не увидите, но, тем не менее, там есть глаз-треугольники. Значит, я очередной 864-й раз хочу сказать, что он не имеет никакого отношения к масонству, потому что такой же глаз-треугольники мы можем наблюдать и в церкви в Большом дворце в Петергофе, тоже Растрелевской. Это всего лишь Big Brother из Watchin'U. Не расслабляйте булки, Бог всегда следит за вами, это древнехристианский символ. Просто масоны использовали ее в своей символике, точно так же, как они использовали много чего из египетской символики и прочих, и прочих, и прочих вещей. Он есть даже над православными иконами и так далее. Мы сейчас вместимся чуть дальше. Так вот, Елизавета Петровна зашла на трон. Правила она ровно 20 лет, потому что она зашла в 41-м, умерла она в 61-м, веселая Елизавета. Я вам сейчас покажу три портрета. Это такой, знаете, фотошоп того времени. Можно вот прямо с фоном туда. Ну, я не буду, точнее, здесь возникнет, давать портрет Ван Лоу, который висит в Большом дворце в Петергофе. Этот портрет французский художник писал вообще не видя Елизавету Петровну. Дальше вот идет вот такой портрет. Ну, здесь она вполне, ну, конечно, не по сравнению с глянцевыми нормами нашего времени, может быть, не очень, но вполне, да. Дальше идет у нас уже Луи Каравак. Ну, тут как-то, знаете, она на самом деле, ну, такая красавица, конечно, наверное, но на любителя. Луи Каравак на штамповал этих портретов такое количество, потому что Елизавете очень нравились эти портреты. Более того, в Большом дворце в Царском селе висит портрет кисти Бухгольца. Так вот, ему никак не удавалось лицо. И приказали, значит, вырезать лицо из одного из портретов Луи Каравака и туда вставить. На сайте очень интересно сказано, что он то ли позаимствован, то есть там какой-то такой речевой оборот употреблен, да, на самом деле просто впендюрили и прочее. И вот, например, третий портрет. Вот, я здесь водил экскурсии для детей, и один из моих юных экскурсантов сказал, что похож на ее... Это Елизавета Петровна похожа на его дедушку. Вот. Ну, вот это вот как бы каноны, понимаете, каноны того времени, красоты. Она реально считалась одной из самых красивых невест. Более того, французский посол Жак де Кам, 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 забыл фамилию, писал, вот когда был этот проект, «Женить ее и Людойку 15-го», что она очень красивая, у нее очень хорошая кожа, голубые глаза. Она может быть не очень образованной, не очень у нее хорошей манеры, но она очень умна. И при должном воспитании, и когда вот при ней будет какой-то там правильный человек, она, соответственно, вырастет в чудесную принцессу и будущую королеву. Но, как мы уже знаем, этого не случилось. Так вот, когда этот, соответственно, был построен в собор, Елизавета Петровна как-то что-то передумала, ну, в смысле, строился, она как-то передумала быть монахиней, ей не очень это как бы нравилось. И в итоге, уже после ее смерти, в 1764 году здесь был организован Институт Благородных Девиц. Значит, в очень многих источниках сказано, что это, типа, первое в Европе заведение. Ну, почему-то забывают про Сенсир, которую организовала госпожа де Ментенон. Это одна из, так сказать, опять любовниц. Вообще, при Французском дворе был официальный институт королевской фаворитки. То есть это было официальное звание. То есть не просто ее говорили, вот она там с королем спит. Нет, это была должность. Вот мадам де Ментенон была одной из них. И, собственно, на самом деле, как бы частично с этого учебного заведения это устав и тырился нами. Тра-та-та, тра-та-та. Мы ведем с собой кота. Чижика собаку, кошку забияку. Раз, два, три. Раз, два, три. Я чуть-чуть поправил звук. По ходу пьесы. Извиняюсь. Да, поэтому это было не первое заведение, но, тем не менее, оно было довольно значимое. И вот я всегда спрашиваю за вопрос такой. Вот словосочетание Институт благородных девиц. Вот оно вас ничем не смущает. Ну, то есть, как бы логично предположить, что если есть благородные девицы, то где-то есть и девицы, мягко говоря, неблагородные. И они реально были. В этот институт благородных девиц принимали только детей дворян, ну и, соответственно, дочерей полковников и действительно статских советников. Потому что, как вы знаете, Петр Первый вел почти такую военнообразную систему. В России табель о рангах. Вот военные звания, вот, соответственно, гражданские звания. И они друг другу соответствуют полностью. Я думаю, это у меня глупрохо запищало. Что-то рановато, думаю, для нее. Давай подождем. И это первое. Ну, значит, и второе, детей дворян. Дворяне не хотели отдавать, соответственно, сюда своих дочерей, потому что они подписывали специальную бумагу, соглас которой дочерей им не отдавали. А там была система, значит, они учили три года, три года, три года и три года. И каждому этому времени соответствовал свой цвет платья. Начиная там с какого-то там коричневого, кофейного до белого. Имелось в виду, что сначала они такие маленькие, тупые, близко к земле. А потом они вот растут, 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 растут. И превращаются, значит, из проклятых гусениц в бабочек. Это все на фоне вот этих теорий Жан-Жака Руссо, что ребенка можно воспитать при том условии, если вы его изымите из привычной среды обитания и вообще изолируете от внешнего мира. Ну, как вы понимаете, крайне, мягко говоря, жизнеспособная тема. Вообще вот эти все истории с искусственными переделками, как бы человечество, там мы еще об одной сегодня поговорим, потому что мы дойдем до еще одного смольного. Они доказали свою абсолютную несостоятельность. Тем не менее, это было такое. И вот Екатерина II хотела, соответственно, вот этих вот новых благородных жен воспитать матерей и бла-бла-бла. И на первый год, в общем-то, с трудом там набралось их определенное количество. Но потом стали поступать, особенно разорившиеся дворяне этим пользовались, потому что для них это была возможность прекрасная. с багрой своих дочерей, которые бы на халяву получили бы образование. Но прикол заключается в том, что, ну, нам кажется, что там должно было быть вот все прям чудесно и расчудесно. На самом деле, по воспоминаниям многих воспитанниц, все было далеко не чудесно. Кормили их ужасно. Вот, например, даже самая Катенька Долгорукова, она писала своему будущему мужу, тогда она об этом не знала, да, царю Александру II, что их кормят ужасно, и он распорядился, чтобы ее кормили за одним столом с наставницей, с воспитательницей. Сейчас мы прервемся, потому что вот это вот, это вообще тоже бывшее благоугодное заведение. Потом здесь был Серовник, так называемый, да, это художественная школа именно имени Серова. У меня вот Сашечка Журавлев, ее заканчивал наш гитарист. Потом сюда въехало британское консульство. Вот я здесь получал свою самую-самую-самую первую визу перед поездкой в Глазго. Ходил сюда. То есть это на самом деле единственное вообще здание в Петербурге, принадлежащее, ну, в смысле арендованное консульством, которое стоит отдельно. Вот на этом месте раньше тоже была больница святой Ольги, потому что покровительствовала, соответственно, великая княгиня Ольга ей. И улица эта, и площадь называлась Лафонка, Лафонская. По Дарье Семеновне до Лафон, это одна из первых как раз директрис вот этого института благородных девиц. Так вот, кормили ужасно, было холодно, температура не превышала 16 градусов, в лучшем случае. Выдавали им при этом строго ограниченное количество одежды, они не имели права жаловаться своим родителям. История одна, меня просто выбившая, одну из, это уже как бы начало 20 века, одну из воспитанниц чуть не выгнали, потому что она, понимаете ли, очень как-то страстно поцеловался с имбратом, который приехал с фронта ее повидать, то есть недостойное поведение. И как это выглядело, я вам сейчас покажу на примере одной книжечки, ибо данное учебное заведение, оно явилось прообразом еще одной поговорки. Вот видите, девочки танцуют, ну понятно, что это сегрегированное учебное заведение, девчонки отдельно, мальчики были отдельно, девушки были отдельно. И поскольку одни из девиц, они имитировали кавалеров, а вторые были дамы. И те, которые кавалеры, к ним обращались шер, ну воспитательницы. Вот это вот, видите, вот тут в одном углу стоит одна, да, сейчас как-нибудь так сместись, во, видно, и вот здесь во втором углу стоит вторая. На заднем плане там портрет Александра Федоровны, еще ряда императриц. Значит, те, кто изображали мужиков, к ним обращались шер, это дорогой, а те, кто изображали девицы, к ним обращались ма, шер. Соответственно, дорогая, моя дорогая. Ну и отсюда, собственно, та самая фраза шерочка с ма-шерочкой. Шер и ма-шер. И инициатива вот этого учебного заведения, она, помимо Екатерины Второй, она, естественно, принадлежала Ивану Ивановичу Бескому. Иван Иванович Беско, он сам был сложным детем, потому что он был внебрачным сыном военачальника Тру Бескова. Тру Бескоя, тот был Бескоя, а тот был Тру Бескоя, да? Отсюда у него такая кастрированная фамилия, потому что он был незаконнорожденным. Он попал, его папа, в шведский плен на 18 лет. Ну, в 18 лет, да? Ну, что там? Ясно, что он там себе кого-то нашел, шведку, она родила ему ребенка, но тот от него не отказался, дал ему воспитание. И, собственно, вот этот Иван Иванович Беской жил, трудился, работал на благо Родины и организовал вот этот вот вот это учебное заведение. Сюда выйдем. И, помимо всего прочего, он там строил себе свой личный, персональный, семейный проект. Значит, их так и называли, Смолянки. И есть знаменитая серия Дмитрия Левицкого, можете погуглить, называются они, Смолянки, эта серия. Среди них есть портрет Глафира Алымовой или Алымушки, как называла ее Екатерина Вторая. Она была аж девятнадцатым ребенком в семье, да, и когда она родилась, собственно, папа и умер. И вот ее отдали в этот Смольный институт, и Иван Иванович Беской, что он задумал, он решил, что, а когда она была очень маленькая, он воспитает себе жену. Вот. Вот он начал за ней там, ну, не ухаживать, а просто о ней заботиться. Естественно, она к нему привязалась, потому что он такой, почти дедушка, к ней приезжает, кормит, хорошо подкармливает, я его говорил, уже кормили плохо. Вот. И в общем, она росла, 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 выросла, и, в общем, он поселил ее у себя. И была очень какая-то странная ситуация. Вот она у нее живет, эта девчонка, он на ней не женится, и не отпускает ее к себе. А она, собственно, что, молодая, красивая, она там, по-моему, ой, пардон, по-моему, сарфой она фигурирует у Левицкого. Я не помню, ну, погуглите. И в итоге, естественно, к ней послалился товарищ Ржевский. И тогда Бесков им предложил, знаете, вы живите у меня. И вот они начали жить втроем. Этот Ржевский чуть Бескова не укокошил в какой-то момент, ну, потому что, понятно, да, он живет с девушкой, на которой планируют жениться, а тут какой-то старый хрич, который им ничего вообще не позволяет, не дает, и так далее. В общем, все это закончилось тем, что Алымушка, естественно, свалила оттуда, вышла замуж. И вот этот бедный Иван Иванович Беской, он умер в гордом одиночестве, печально, и вот не удалось у него, да, вот этот проект свой личный воплотить в жизни. И про него потом ходил такой сишок. Иван Иванович Беской, воспитатель детской, выпустил кур монастырских дур. Почему? Потому что вот именно вот эта изолированность, да, она, ну, не приводила к ничему хорошему. Они выходили как бы вот в мир иной, и они не понимают, что, например, там, ну, это как сейчас, вот люди бы вышли из школы, и они садятся в такси, и они не знают, что на самом деле за такси нужно платить. Точно так же они могли найти извозчика и не заплатить им, потому что, а почему? Ну, то есть им это никто не объяснял. Вот такие были девицы, да. Сейчас мы прервемся на секунду, потому что надо сказать пару слов вот про это здание. Значит, это Давид Семенович Гольгор со товарищами построил его, и его у нас как бы критикуют, это вообще дом политического просвещения. Он был построен в 70-х годах на месте этой больницы. Специально отодвинули от красной линии, разбив здесь замечательный бульвар. И вот если вы обратите внимание, здесь как бы, вот там здание, это как бы сталинский неоампир, да, сталинский, просто ампир, да, у нас так и называется он, сталинский ампир. Да, то есть под классику. То есть это косит под классику, под какую мы сейчас увидим, да, под Джакома Кваренговскую. А это, соответственно, оно перекликается с этой классикой, потому что здесь такая же пилонная система, и вот на уровне второго этажа там такой выступ, ну это, не знаю, с трудом можно назвать Сандриком, ну пусть это будут Сандрики, вот такие идущие. И на самом деле, если провести линию вот туда вперед, то мы увидим, что она опять-таки перекликается вот с линией этого здания и со всеми остальными. То есть Гольдбор подстроился, он большой молодец, и это здание строилось для... Тут, во-первых, был, ну, огромный комплекс, значит, состоящий из концертного зала, затем гостиницы для приезжих и общежития для учащихся высшей партийной школы, да. После того, как не стало ни высшей партийной школы, ничего не другого, здесь были разные пертурбации, пока не выкупила компания GFC вместе с Владимиром Кехманом. Владимир Кехман — это абсолютно с поехавшей крышей, но прекрасный человек, который стал потом директором Михайловского театра, вложил туда кучу денег. У меня есть замечательная история про то, как я брал у него интервью, но я расскажу ее отдельно, потому что она очень показательная. И в итоге вот он вложился в этот Михайловский театр и прогорел. А вот вообще это здание планировалось снести, и здесь по проекту аж самого Фостера, тот самый, который там огурец в Лондоне и купол Рейхстага в Берлине, планировалось новое здание. И я, кстати, не уверен, что это здание было бы менее вызывающим, чем это, потому что оно как-то, это здание, оно подстроено под общий ландшафт. И точно так же Гольгор со своими коллегами построил вот то здание. Это уже правительство Ленинградской области, та же самая архитектурная группа. Раньше на этом месте стояли бани, которые так и назывались смольнинскими, и там раньше точно так же был магазин гастроном. Значит, в этом магазине, в этом магазине так и назывался Настрелки. Вот это улица Тверская, друзья мои. У нас в Питере тоже есть своя Тверская. Она, конечно, не такая широкая, она поуже и так далее. Там вот дальше Таврический сад. Мы еще здесь погуляем обязательно, потому что на этой улице находилось жандармское управление. Описание этого жандармского управления есть в книге воспоминаний господина Мартынова, который возглавлял в итоге Московское охранное отделение. Там прекрасно описаны нравы, вообще как он туда попал, что там было и так далее. А вот этот вот Институт благородных девиц, рядом с которым было организовано Мещанское училище, которое получило название Александровское, именно для неблагородных девиц. Оно располагается вот там вот, дальше. А в Москве оно располагается на улице Достоевского. Располагалось раньше, я там водил экскурсию. Кстати, в Москве экскурсии возобновлятся ко второй половине июля. То есть у меня там была экскурсия, посвященная Достоевскому, ибо он сам не местный парень, он не петербуржец. И там вот рядом как раз это Александровское Мещанское училище, где воспитывались вот эти вот девицы. То есть, например, вот есть такие две новомученицы. Одна Кира Аболинская, она была дворянкой. Она окончила Институт благородных девиц. А вот Екатерина Арская, она окончила Мещанское вот это вот учебное заведение. Они обе были расстреляны. Одна потому что была членом Александровского братства. Это такая была религиозная организация, которая пыталась как-то, ну, сохранить традиции русско-православной церкви и так далее. Ну, их там всех почикали. Я просто сейчас снимал ролик про Феодоровский собор, который находится в конце Полтавской улицы, рядом с Московским вокзалом. Ну, и там, соответственно, последний настоятель этого собора, он был тоже репрессирован, поскольку он тоже был активным членом этого Александровского братства. Вот отсюда отличная перспектива открывается, где виден у нас Смольный. И вся эта площадь, которая отвечает... Вот она и еще ряд надписей, они отвечают нам на вопрос, была ли в Советском Союзе диктатура и можно ли назвать Ленина и Сталина диктаторами. Не с точки зрения эмоций, что типа, ах, они кроваводистакторы, а с точки зрения именно дефиниций. Ответ утвердительный — да, потому что эта площадь называется площадь пролетарской диктатуры до сих пор. То есть раньше называлась, вспоминаем, Лафонская, да, по госпоже Далафону. А сейчас она называется площадью пролетарской диктатуры. И поскольку дом политпросвещения сокращенно ДПП, а эта площадь называется ПДД, то так и называлось это место ДПП на ПДД в народе. Ну, там масса всяких интересных названий, там «Змейное гнездо» и прочее, прочее. Так вот, после того, как вот этот институт благородных девиц, они располагались не в соборе, они располагались в кельях, в так называемых кельях, вот этих барочных, рядом с собором, после того, как он стал разрастаться и пахнуть, то возникла необходимость в его новом помещении. А между тем, параллельно начало возводиться здание для вдов по проекту Джако Макваренги. Это замечательный у нас архитектор. Он параллельно, ну, почти параллельно работал над зданием ассигнационного банка. Я частично его показывал во время нашей экскурсии по опрашке. Там сейчас находится Финек. И точно так же он строил еще Екатерининский институт на Фонтанке. Как раз-то для благородных девиц. Сейчас мы прервемся, потому что подошли к месту, которое называется вообще-то Пропилеи. Это архитекторы Щукой Гельфрейх. Они очень часто работали вместе. Например, здание наркомте Шпрома. Один из проектов им принадлежит. Затем они участвовали в конкурсе на возведение Дворца Советов на месте Храма Христоспасителя. Ну и еще там ряд проектов. Например, там большой каменный мост в Москве. Эти Пропилеи, они, как правило, устанавливались перед входом в храмовые комплексы в Древней Греции, в Древнем Риме. И здесь мы опять-таки видим перекличку с древними архитектурными традициями, которые перекочевали в нашу гражданскую архитектуру. Но я хочу обратить ваше внимание вот на эту надпись. На ней написано, там значится Первый совет пролетарской диктатуры. Та-дам! Да, то есть, ни для кого не было секрет о том, что, на какой основе строится государство. Более того, в 18-м году Николаевская улица была переименована в улицу Марата. Вы улицу Марата в Париже не найдете. Вы найдете там, допустим, мемориальную доску, посвященную Робеспьеру. Вы найдете там памятник Д'Антону. Но Марату вы там не найдете ничего. Потому что Марат, он был абсолютно упоротый персонаж. И, собственно, Шарлотта Карде, она до сих пор является предметом для как бы такой исследовательской страсти многих романтично настроенных писателей, сценаристов и так далее. Ну, можете загуглить, известная картина Давида убийства Марата. Он там лежит такой в ванне, со свесившейся рукой, потому что у него была экзема. Он, соответственно, принимал ванну. И Шарлотта Карде, многие говорят, что она пришла убил, а она два раза к нему приходила. Значит, вот это здание, к которому мы направляемся, известное, да, Смольный институт. То есть там Смольный собор, это Смольный институт. Жаком Акваренге его начал строить в 1800, если я не ошибаюсь, в 2004 году, по-моему, может быть, в 2006. Я прошу прощения, у меня с датами не лады. Это не столь важно. В начале, короче, XIX века. И там применен прием, который потом, например, использовал Андрей Иванович Токеншнейдер при постройке Великокняжеского дворца для Николая Николаевича Старшего. То есть каждый следующий этаж уменьшается. Если сначала вот такие окна, потом поменьше, потом поменьше. Затем меняется ордерная система. И за счет этого здание оно как бы смотрится более гармоничным. Здесь вот по бокам у нас бюсты Карла Маркса и Фридерха Энгельса, скульптора Евсеева. Они установлены, значит, в 1932 году. Ну, здесь они такие прямо, ух! Я вот в Берлине показывал, там есть замечательная скульптура. Они там прямо как два умудренных жизни сама. Особенно этот Энгельс. Помнишь, кто? Энгельс, да, там, по-моему, такой смешной, да? Энгельс мне тут подсказывает. Человек, который со мной там был в Берлине. Вот. И Кваренге начало возводиться здание по коридорной системе. То есть, соответственно, там дартуары и прочее-прочее. Он, вот мне что понравилась история. Раньше лес для постройки поставлялись по воде в основном, да? Ну, потому что это дешевле, тупо проще дешевле. Он заставил лиственницу поставлять ему на баржах. И она приплывала сухая. Но за счет этого там до сих пор, на чердаке под кровлей, там родная древесина. Она жива и живее всех живых. Как и дедушка Ленина, о которой мы сейчас будем говорить с вами. Кваренге построил это здание. И тут ему по процессу уже постройки ему говорят, слушай, нет, все, это не для вдов, это для института. Он, схватившись за голову, говорит, что ай-яй-яй-яй-яй-яй, что же мне делать? В общем, быстро произошла небольшая реновация. И вот сюда вселился этот вот институт благородных девиз. Именно сюда приезжал Александр Второй, к своей Катеньке. Ненаглядной Катеньке Долгоруковой. После того, как он понял, что он ее, так сказать, она любовь всей его жизни. И она broke his heart. И он, соответственно, взяв гитару, пел песню Wicked Game. С таким протяжным голосом, наводя тоску на всех своих дворцовых приближенных. Я иногда, знаете, поражаюсь. Вот я такой сморожу, а мне потом... А еще что, серьезно? Это шутка, понимаете? Да, точно так же, как протоны и... Как там, я уж припел тогда, да? Это не Эрмитажное, господи, нет, это не... Все. Слова закончились. Не Эрмитажное, как это называлось у нас? Нейролашная песня-то, да. То есть не надо так уж совсем в лоб воспринимать эту всю историю. Вот. Именно сюда он к ней приезжал. И тоже, в общем-то, это был такой удавшийся для Александра Второго проект. Единственное, что он не воспитывал, да? Не растил свою будущую любовницу, а потом жену. Но, тем не менее, я хочу за счету Александра Второго сказать, что все-таки вот был мужик. Да, вот ему было за 40 лет, когда ей было 16. А когда он на ней женился, ему было 62. И у него все было отлично. То есть еще дополнительно три ребенка, и он еще хотел. И у них там вот это было Бенгерле, который назывался на самом деле Банжахр. Да, то есть они писали, они момент вот этого... Телесный плод на любви, назовем это так называли этим словом. Которая стала мемом после моих лекций. Но, тем не менее. Вот. И начнется Институт благородных девиц. Начало 20 века. И тут мы переходим к очень интересной истории про то, что большевики захватили Смольный. Я это читал и слышал миллион раз. Особенно от вот этих людей, которые считают, что... Ну, я свидетельствую, я в такой более-менее приличной безгребне. Да, правда, волосы по-пидорски зализаны. Ну, так надо же хоть кого-то смутить своим внешним видом. Зато футболка вот с Рембрандтом, которого многие почему-то считают, Варламова. У меня их таких несколько. Я их... Первый раз я купил на 400-летие Рембрандта в Амстердаме. И с тех пор, каждый раз, когда я оказываюсь в Амстердаме, а там было три раза, я иду в его музей и покупаю там себе, прикупаю по футболочке. Вообще, этот... Афорт, он изначально вот такого размера. Да, то есть они возможны. Но Рембрандт и Ван Гог, это как, не знаю, там, Пушкин, Толстой, Чехов, Чайковский, все вместе взятое для Голландии. Такая национальная культурная валюта, национальный культурный бренд. Поэтому я немножечко соответствую. Так вот, вот эти вот профессионалы индустрии, которые считают, что я позорю профессию, не раз я слышал от них, что большевики захватили Смольный собор. Летом 1917 года. Дело было так, на самом деле. Значит, эти все девицы, которые вот неземной красоты и неземной идиотии, поскольку не понимают, как жизнь устроена, они разъехались на каникулы. И тогда была вообще нормальная практика захватывать особняки. Ну, в Москве это вообще как бы там анархисты, вот они на Поварской захватили несколько штук. Матильда Феликсовна Кшесинская, например. Кто там, да, вспоминаем, кто там был в ее особняке, откуда Владимир Ильич Ленин толкал свои апрельские тезисы, с какого балкона. Я об этом рассказывал в отдельном выпуске. И тогда, соответственно, Временное правительство наказало, ну не наказало, предложило Петроградскому совету рабочих депутатов и солдатских депутатов, у нас же было такое двое власти, если вы помните, да, было время к правительству, и был вот этот Петрсовет. Оно предложило ему из Таврического дворца, который тогда еще не носил имя Уридского, а потом он стал Уридским именоваться, переехать сюда, потому что Таврический дворец должны были подготовить для заседания учредительного собрания. Это то, ради чего, собственно, вся эта февральская история затевалась. И поэтому правительство временное. И сюда переехали не только бывшевики, сюда переехал Петрсовет. Да, в какой-то момент, начиная с осени, большевики стали превалировать в Петрсовете, но там были и эсеры, и там были и меньшевики, там были много кто, и они все сюда хором заехали, на самом деле. А председателем этого Петрсовета, ну-ка, вспомним, клоу был, был Лев Давыдович Трофский. Его им сделали именно потому, что он еще был председателем этого совета в 1905 году. То есть, когда этот совет организовали, Трофский там председательствовал и даже говорил, товарищ, у нас пришли арестовывать, что мы будем делать? То есть, продолжим заседание или, может быть, окажем сопротивление вооруженное, но я утрирую, но это вот примерно смысл был такой. Вот. Поэтому они сюда заехали в дружной, теплой компании, абсолютно официально, с той точки зрения, да, легиметизировано. И никто тут ничего не захватывал. Вот. И уж тем более не большевики. Но, забегая вперед, хочу сразу сказать, что здесь была установлена вот эта статуя в 1927 году скульптор Козлов. Скульптор Козлов до этого, на самом деле, занимался убранством фасадным для архитектора Перетятковича или Перетисковича дом Вавельберга на Невском 7-9. Там такие, знаете, всякие странные лисы, эти козьи бороды, букрани эти самые, черепа сожженных этих быков, коров и всех остальных. Затем на большую, морскую 15, его же здание, он там вот это все делал. А потом он построил вот такого, поставил замечательного Ленина. Он делал Ленина, он делал Сталина. Ленина и Сталин – это был хлеб для скульпторов и художников того времени. Кто лепил Ленина, тот жил хорошо. Они сюда въехали. И затем, пойдем прогуляемся обратно, чтобы заклицевать нашу прогулку. И затем, соответственно, ну, Ленин-то начал их бомбить сразу, что надо брать власть. Они все хотели брать власть, потому что не у всех были яички, как у Владимира Ильича. И Троцкий здесь председательствовал, а Ленин нет. Почему? Ну-ка вспоминаем опять-таки, потому что Ленин был объявлен немецким шпионом, и он вместе с господином Зиновьевым скрывался в разливе. Хотя, опять-таки, мне в школе говорили, что он там сидел один на пеньке и строчил свои гениальные труды. Он там и на пеньке-то сидел не всегда. Жил он вообще-то в довольно комфортабельном сарае двухэтажном, с печкой и со всеми делами. Там сейчас музей, я вам рекомендую в разлив съездить, посетить его. И был он там, косил под коса, если можно так, значит, поиграться словами. И продолжал бомбардировать, соответственно, своих коллег по революционному цеху, что надо брать власть, надо брать власть, надо брать власть. А поскольку Петерсовет уже большевизируется, да, то многие говорили, а зачем? Ну, то есть сейчас у нас и так будет большинство, а мы как бы и так нормально все будет. Ленин говорил, нет-нет-нет, надо-надо-надо-надо. И вот он сюда приехал инкогнито, был он абсолютно без бороды. И кепку-то он первый раз, кстати, надел, когда приехал сюда и встал на броневик. Да это он в котелке ходил, из посмотрительной фотографии, особенно европейские. Он там в котелке. Вот он сюда приехал, и было 10 октября заседание. Я сделаю об этом отдельный выпуск, потому что у нас будет экскурсия при Петроградке, я там ее захвачу. Квартира, она располагается прямо напротив монастыря, построенного по проекту архитектора Никонова замечательного. Я вот тут недавно водил экскурсию, показывал у дома Пряник. Вот, там где похоронен Кронштадтский, в конце Карповки реки. И там был, соответственно, усеченный состав ЦК. И вот на этом составе ЦК все проголосовали, Дзержинский и Сталин, за... Только два человека воздержались, Каменев и Зиновьев. После этого Каменев и Зиновьев, особенно Каменев, они слили информацию о том, что большевики готовят восстание в газету «Новую жизнь» меньшевистскую. Она располагалась на Невском проспекте, и вы об этом прочитаете моим путеводителем по Невскому проспекту. Вот. Это граница Смольного монастыря, почему я сюда подошел. Мы сейчас такой круг почета сделаем. И все. И в итоге основное руководство вооруженным Октябрьским переворотом взял на себя Лев Давидович Троцкий. Там был еще Антонов-Овсеенко и прочее-прочее. Но Ленин сюда пришел, подвязав, вы знаете, эту историю, знаменитую подвязав щеку. И вот после этого они тут еще какое-то время бодро с Левом Давидовичем прям-таки жили, или в буквальном смысле этого слова, потому что они там первое время даже там спали на полу. И когда Ленин спросили, а где бы вам сделать жилье, он сказал, ну, желательно поближе к работе. Ну, ему там и сделали, собственно. И отсюда вот началась эта вся бурная, дивная история, которая привела к тому, что у нас теперь есть площадь пролетарской диктатуры. Улица раньше тоже называлась пролетарской диктатурой. Сейчас она, как вы уже знаете, переименована Влафонскую. И здание это в нынешнее, ну, в наше время. Я иногда по ошибке говорю, что в Мариинском дворце, который был построен для великой княгини Марии Николаевны, там заседает правительство Ленинграда. Правительство Ленинграда заседает здесь. Здесь у нас сидит Губер, наш замечательный, каждый Губер лучше предыдущего. Хотя, опять-таки, хочу сказать, в защиту Валентины Ивановны Матвиенко. Ух, как ее только не троллили, и я в том числе. Да, и эти сосули, и прочее, прочее. Но, я помню прекрасно, город при всяких там Собчаках, Яковлевых и так далее, это была помойка просто. Я переехал в 2004 году в Москву, я поразился, насколько чистый город. Петербург начал реально, реально ремонтироваться, фасады начали реально деться. Делаться именно при Матвиюхе. Литейный проспект, Садовые улицы, я помню, как их копали именно в то время. Поэтому вот все-таки все познается сравнением. Да, конечно, она себя не забывала, и сыночка своего любимого не забывала, который тут, значит, был владельцем всея фармацевтики. Но, как бы, именно при ней, я хочу еще рассказать, город начал меняться. Поэтому, не знаю, что мы будем думать про Беглова. Это я про нас, про местных вот этих вот жителей города на Неве говорю, да. Но, уважаемые сквичи, если вам надоест кровавый собяка, еще раз хочу сказать, давайте его нам. Он нам нужен. Нам реально нужен собяка. И пусть тут его будут закидывать помидорами, как вы его закидывали, когда он там у вас тотальную стройку устроил. А я приезжал и говорил, божечки, даже здесь же будет город-сад. И он так ковым стал. Теперь приезжаешь в центр Москвы и просто, ну, я не знаю, там, после всяких там Нью-Йорков, Парижев и так далее, лучший город. Но это, извините, я отвлекся. А мы, закольцевав нашу замечательную историю, возвращаемся. Значит, это здание в итоге в наше время уже было таким концертно-выставочным комплексом. И оно входит в музейный комплекс, куда входит Исаакиевский собор, собор на Большом Самсонийском проспекте и Спас на Крови. Ну и, соответственно, когда началась вот эта буча с передачей Исаакиевского собора, русско-православной церкви, Буров там что-то пытался бороться, пытался бороться, но в итоге его это все достало, и он, короче, сгинул оттуда. Сейчас, кстати, вы можете видеть, вот вышла серия замечательная у Петергофа, называется «Другие романы». Там, конечно, такая еле и патока, там все они вот такие пукают фиалками, летают на воздушных шарах, но есть неплохие серии. Ну и Буров там прекрасен, и Кальницкая тоже там прекрасна. И не исключен вариант, что, возможно, у Бурова я брал когда-то интервью, возможно, мы с Кальницкой еще и встретимся. По крайней мере, я закидывал ей вопрос с этим, она, в принципе, ответила благожелательно, поскольку я у нее тоже когда-то интервью брал. Кальницкая – это директриса всея Петергоф. Вот. И тут был скандал, короче, поскольку территория сдавалась под различные мероприятия культурного характера, один раз они сдали ее под какой-то корпорат, и там во время этого корпората, значит, там, ну, чуть ли не стриптиз танцевали. Я не помню подробностей. Буров, естественно, тут ни при чем, потому что, как бы, ну, мозги-то надо иметь, да, у людей, которые мероприятия устраивают. Но, тем не менее, в общем, ему досталось на орехи. И сейчас, как вы видели, да, вот мы туда зашли. Еще буквально там год-два назад он был абсолютно белый, этот собор внутри. Сейчас там уже вот, значит, иконы такие золотистые. И у меня там был совершенно потрясающий случай. Ко мне переехали экскурсанты из Москвы. Экскурсанты, ну, скажу честно, не бедные, потому что индивидуальные экскурсии я вожу редко и дорого. Только не всегда я люблю это дело. И были дети с ними. И один из дитяв, из дитя, он был в коляске. И мама, опытная уже, она говорит, а нас туда пустят с коляской-то? Я говорю, а что случится-то? Вот, и мы туда заползаем. Людей было вот как сегодня. То есть практически не было. Вот, мы заходим, и подходит, соответственно, товарищ охранник говорит, нельзя. Я говорю, а почему нельзя, объясните. Он говорит, батюшка не благословил на посещение собора с коляской. Я вот думаю, вот я езжу по всяким вот этим вот гей-европам, да, хожу по всяким протестантским храмам, и у меня даже есть записи оттуда, да. Вот в Париж, например, захожу со своим великом, аккуратно ставлю его при входе. Он никому не мешает, никто меня не прогоняет. У меня просто маленький велосипед, его, ну, сложно пристегивать, как бы он разбирается, его можно угнать. Поскольку меня до этого угнали уже шесть штук всяких разных велосипедов, то как-то я начал, знаете, ценить. Предыдущую вот мою С3-ду угнали вместе с машиной. Вот. В Норвегии вот я рассказывал, и хочу сделать выпуск об этом, гулял, там зашел в протестантский храм. Там был дождь жуткий, я продрог, там сидят люди, пьют кофе, значит, там у них такой кружок, они заботятся об этих, об умственно отсталых, ну, это нормальное дело для верующих. Вот. И там сидят они вместе с этими умственно отсталыми, они говорят, хочешь как бы попить? Я говорю, хочу, а поесть? Я говорю, хочу. И все, они мне напоили кофе, дали там какой-то там шведский пряник, очень вкусный, кофе был прекрасный. Мы попели песни под гитару, да, я им там дроблечку сыграл, еще что-то, они там свои поиграли. Вот такая вот условия. Или вот, например, туалеты, да, вот как бы, ну, вы в большинстве храмов в Европе найдете там при входе туалет. Один раз я спросил как бы у одного настоятеля, я говорю, а почему нет вот в храме туалеты? Говорят, ну, а как? Я говорю, извините, а боженька у нас как бы без дырочек сделали или как бы, или что? Ну, то есть, что такого-то? Особенно, когда многочасовая служба, то есть, куда тебе деваться-то? И вот это все я не могу никак, я отказываюсь понять. Я, с одной стороны, крайне не люблю откровенную клирикальность, с другой стороны, не люблю крайнюю откровенную антиклирикальность, потому что русская православная церковь является неотъемлемой частью нашей истории. Она очень многое сделала для истории развития нашей страны, особенно в смутное время. Но такие явления, они, конечно, не делают ей честь. И поэтому сюда я больше не вожу экскурсантов с детьми. Ну, потому что хрен его знает, что тебе в этот раз скажут. И вообще я стараюсь не водить. Вот. На такой не очень, как бы, может быть, веселой ноте мы закончим этот тур. Я специально его сделал без всяких, там, знаете, тренди-брэнди, потому что меня часто обвиняют в том, что я вот вожу по всяким санным углам, показываю, значит, обшарпанные стены, значит, обвалившиеся какие-то потолки, драмку, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Вот вам, пожалуйста, Петербург парадный, красивый, дорого-богато. Все вот прям как на открытках, да. Можем и так, как говорится. Но в следующий раз вас ждет немножечко и трешачка. Будут и коммунальные квартиры, мы уже в одну сходили. Будут и мастерские художников, и фотомастерские. И заметьте, что, учитывая то, что сейчас Леха где-то там на работе в полях, я снимаю на свою GoPro-шечку. Я купил стабилизатор. Я прислушиваюсь к вашим просьбам. Я прислушиваюсь к тому, что вы пишете и поправляете меня. Где я не так все сказал, где я ошибся. Это нормально, поскольку идет это все спонтанно, без какой бы то ни было подготовки, сценарий и так далее. Я вот что вспоминаю, то вам и рассказываю. И в конце я вам хочу показать еще одну выпускницу из этого замечательного Смольного института, так сказать, бонус-трек. Вообще, я думал, что я вам покажу две, двух сестер. Но потом выяснилось, что я... Сестры оказались... Сестры оказались одинаковыми. Вообще, это должны были быть Стана и Милица Черногорская. Меня, кстати, один раз поправили в комментариях, что по-черногорски правильно говорить Милица. Наверное. Поэтому я буду говорить Милица Черногорская. Стана, Анастасия и Милица, еще одна сестра, они были, соответственно, дочерьми этого самого черногорского короля. И они поступили сюда, в Смольный институт. Значит, вот Милица, вот эта самая, да, она вышла замуж за Петра Николаевича, сына Николая Николаевича Старшего. А вот Стана, Анастасия, ее выдали за герцога Лехтинбергского, потому что она не хотела уезжать из страны. Ну, так вот не хотелось ей. Тут хорошо, а она в это... Чуть не сказала плохое слово. В прекрасную страну Черногорию, да, вот такую вот. После блистательного Петербурга. Черногория прекрасна, безусловно, но там же у них были свои интересы здесь, да, у этих сестер черногорских. И она сказала, хочу остаться. И вот Александр Третий распорядился выдать ее за герцога Лехтинбергского, сына Марии Николаевны и Максимилиана Лехтинбергского, для которого был построен Мариинский дворец. У них не было любви, они вышли, ну, вот, как бы сказал царственный начальник, и все. И потом, соответственно, она развелась с ним и женилась на братья Петра Николаевича и Николая Николаевича Младшим, Николаша. И вот именно через этих прекрасных ребяток, через нее и Николашу, Григорий Распутин попал, соответственно, в окружение Николая Второго, потому что с ним в первый раз встретились они как раз во время чайпития, вот с этими замечательными девушками, о которых Сергей Ильич Витте называл черногорскими или просто черными пауками. А учились они, закончили, окончили, точнее, Смольный институт. Так что вот, и это не единственная история, которая связана с этим высшим заведением. Я уверен, что их много, даже у вас у всех. Я же хочу вам напомнить, что экскурсии в настоящий момент проходят в городе Петербурге. Будет и про убийство Распутина с терактами. Я люблю водить даже по Исаакиевской площади помойки, совершенно рассказывать не те вещи, которые рассказывают обычные гиды. Будет экскурсия, моя классическая, называется Убей царя от Малой Садовой до Спаса на Крови. Причем, более того, учитывая, как это все пошло, я даже покажу один очень мало до сих пор известный двор рядом с Невским проспектом проходной. Ну и будет экскурсия неизвестная дворцовая дворы, там тоже между Мойкой и Большой Конюшиной. Там тоже про теракты поговорим, про мою любимую тему. И будет совершенно убийственная экскурсия по дворам, по проходным. Она называется От Грибоча до Нары, от клуба Грибоедов до Нары, горы и полигона. Это такой питерский андеграунд. И плюс вы увидите город вот в той его части, где уже начиналось рабочее предместие. То есть это между, еще до водного, да, но уже за фонтанкой. То есть это как бы центр, но такой, знаете, центр олдскул Питер с обшарпанными стенами, с этими алкашами, с тянутыми коленками и прочим, и прочим, и прочим. На этом, друзья мои, я хочу с вами попрощаться. Напоминаю, что у меня выходит путеводитель по Невскому проспекту, ссылка на который, на покупку которого есть вот там в описании. Уже сверстан, осталась только финальная вычетка и он пойдет в печать. Ну и еще мы едем в Вену 19-го числа и уж так уж и быть, скажу, что мы попробуем поехать в Париж в конце января, как это мы делаем обычно. Если вам это все интересно, там информация, пишите, звоните, не стесняйтесь, лучше пишите, потому что некоторые еще и звонят с утра в 8. Я, слава богу, научился отключать звук на телефоне, а бывало такое, что и не умел этого делать. Комментарии. На этом все. С вами был гид Павел Перец. Пока.